Итак, всем снова привет! Темой этого видео сегодня будет обзор на некоторые продукты масс-маркета, которые мне очень-очень нравятся. Это видео решила сделать в связи с тем, что очень много кто себе финансово не может позволить косметику профессиональную класса люкса и очень много что есть в масс-маркете, в обычных ревгошах, литуалях и других магазинах, как Подружка, Улыбка, Радуги, Спектр, где можно приобрести обычную косметику, которая действительно очень хорошо работает, даже несмотря на то, что она непрофессиональная. Итак, я начну с ухода. Есть три вещи, без которых я не могу жить в масс-маркете, которые мне очень-очень нравятся. Первая вещь, это вот такая вот маска Glisskur Schwarzkopf. У меня она уже почти полностью использована, там чуть-чуть совсем осталось. Чем она мне нравится? Во-первых, она безумно, безумно приятно увлажняет волосы и восстанавливает их структуру. Вот у меня уже давно смылось кератиновым выпрямлением. Можете сами посудить, что маска действительно работает. Они мягкие, шелковистые. Восстанавливает. Второе, это запах. Третье, это цена. Стоит она в районе, по-моему, 200-300 рублей. И работает примерно так же, как работает очень крутая профессиональная маска. Я говорю про себя. У меня очень-очень густые, очень пористые волосы, для тех, кто не знаком с творчеством и не смотрел мои предыдущие видео. Всем советую попробовать, кто не хочет сильно тратиться и хочет действительно пропитать свои волосы, именно вот эту Glisskur маску восстановления волос с комплексом жидких кератинов. Я на самом деле немножко не понимаю, что значит в данном случае комплекс жидких кератинов, но я не думаю, что дело в этом. Скорее всего, здесь, конечно, пиар, маркетинговый ход, но стоит попробовать. Мне, во всяком случае, очень нравится, поэтому я советую Glisskur. Так вот выглядит баночка, упаковочка. Дальше, две вещи, которые работают в купе. Это Lumine Автозагар. Lumine как раз для тех, кто спрашивал у меня по поводу автозагара, пользуюсь ли я или не пользуюсь, какой марки. Это Lumine Natural Bronze Мусс. Именно, Мусс. Он очень сильный. Он на единственный момент оставляет пятна, поэтому нужно носить его крайне аккуратно, но он реально круто работает. Так же, как работают фейк-тены и другие автозагары американских марок, американских производителей, которых в России не достать. И вместе с тем я очень люблю Natural Bronze, тоже этой же серии, лосьон. Могу даже показать немножко на ручке, как он работает. Он очень круто летом смазывать ножки, ручки смазывать. Я даже сейчас это делаю. Он реально добавляет оттенка полтора примерно загара на тело, и при всем этом очень хорошо увлажняет и питает. Делаю небольшой такой сводч. Приятная такая, приятная консистенция. Я наношу вот на ручку. Я взяла очень маленькое количество, поэтому, конечно, особо сильную разницу вы не увидите, но если вы нанесете себе на ноги, допустим, вы увидите разницу в цвете. Он очень приятно пахнет апельсинкой, хорошо увлажняет и действительно для тех, кто белокошный или для тех, кто наоборот хочет подчеркнуть свой оттенок загара, супер подойдет. Стоит тоже в районе 200 рублей. Если вы используете это в купе, вы будете загорелой. Если перед этим мы еще сделали себе скраб или пилинг тела, да, хорошо, как следует себя отдраили губкой, у вас будет красивый ровный загар. Очень важно просто за ним следить. Сегодня видео у нас с вами небольшое. Именно по уходу эти три продукта в масс-маркете мне больше всего нравятся. И дальше переходим уже, естественно, к декоративной косметике. Две моих потрясающих туши, которыми я пользуюсь для клиентов, которыми я пользуюсь для себя, которые мне нравятся больше всего, именно даже больше, чем многие марки люкс и профессиональной косметики. Я всегда говорю о том, что туши не обязательно покупать дорогие. Это L'Oreal Volume Million Slashes. Зелененькая. Она, кстати, очень вкусно пахнет. Безумно сладко. Черного оттенка, естественно. И L'Oreal Sensation Sensational от Maybelline. Очень нравятся щеточки. Хорошо прокрашивают. У L'Oreal, соответственно, щеточка тоже подвожу силиконовая. У Maybelline тоже. Они приблизительно, как вы видите, одинаковую форму имеют. Очень хорошо прокрашивают нижние реснички. Обе туши стойкие. Преимущество вот у этой туши за тем, что у нее снимается, она именно не размазывается по всему лицу, а такими кусочками снимается просто аккуратно и все, когда вы снимаете макияж. Это размазывается, но удаляется легко. И при этом я еще не видела, чтобы у меня от дождя или там, не дай бог, от слез образовались какие-то подтеки. Поэтому довольно стойкие обе туши и стоят недорого, и щеточки хорошие, и, в общем, никаких минусов я в них не вижу. Дальше. Дальше. К туши как раз вот такая вот подводочка от L'Oreal Paris фломастером. Super Liner Perfect Sling называется. Для тех, кому удобнее фломастером, советую ее использовать. Она очень стойкая. Это большое преимущество. Она действительно имеет яркий черный пигментированный цвет. Но для себя я лично убираю больше гелевую подводку, потому что мне удобно прокрашивать профессиональной кистью. Вам же, может быть, удобнее будет прокрашивать именно фломастером. Показываю кисточку для тех, кто не видел. Очень тоненькая кисточка, поэтому довольно удобно прокрашивать. И цена небольшая, и стойкость хорошая, и инденсивность хорошая, пигментированность. Поэтому решила, что вам нужно о ней сообщить. Это, кстати, тоже подарок пудры. С церемонии пудры Beauty Blogger Awards, на которую я была номинирована на премию. И очень приятный подарок. Спасибо большое пудреру. Далее. Сегодня видео небольшое, повторяюсь, поэтому длинного рассказа, чтобы вы не услышите. Две помады, именно, ну, это одна и та же серия Sleek Made Me. Замена нубами или бачи, для тех, кто любит нубу, для тех, кто любит матовые помады, матовые губы. Хорошая альтернатива. Такая же густая, такая же пигментированная. Правда, не сразу превращается в матовую. Нужно будет пару минут подождать. Очень интересная цветовая линейка. У меня два вот таких вот ярких оттенка. Красный и ярко-розовый. И я, в общем-то, очень довольна. Стоит тоже в районе 300 рублей. И вполне себе конкурирует с нубами или бачи. Одни плюсы. Приятная упаковочка и приятная цена. И последний финалист сегодня моего маленького мини-масс-маркет-обзора. Это новый мастер-скульпт от Maybelline. У меня в оттенке Light. Как предполагали производители, имеет в упаковке хайлайтер и бронзер. Но я их смешиваю и не считаю, что это хайлайтер. Конечно, на хайлайтер он мало похож. К бронзеру имеет большее отношение. Имеет рыжеватый пигмент. В принципе, как любой скульптор масс-маркет-марке. Но не такой страшный, как бы могло бы быть. Вмение нормально смотрится действительно на светлой коже. У меня здесь, скорее всего, вам даже не отобразится. Потому что кожа у меня относительно загорелая. А он очень-очень светлый. Для светлокожих хороший ежедневный способ выделить скулы. И вот такая вот маленькая кисточка в комплекте. Я думаю, что она не очень подойдет. Поэтому ее можете смело выбрасывать. А сам скульптор даже очень неплохо для такой цены. И для того, что все-таки нужно делать скидку на то, что это масс-маркет. Поэтому светлокожие, девчонки, обязательно присмотритесь к этой новинке. И упаковка приятные зеркальца есть, можно с собой взять. На сегодня этот мини-обзор закончен. Всем спасибо за просмотр. Обязательно приходите ко мне на инстаграм. Теперь у меня есть перископ. Смотрите мои трансляции в перископе. Подписывайтесь на меня. Ставьте мне лайки. Приходите ко мне на курсы. Всех люблю. Целую. Спасибо за этот просмотр. Пока-пока. Продолжение следует.